Команды первого дивизиона начали подготовку к предстоящему чемпионату. Хабаровский клуб «Ская энергия» первый тренировочный сбор провел в Москве, второй состоится в Турции. В прошлом году клуб находился на грани банкротства, только благодаря титаническому терпению игроков, полгода сидевших без зарплаты, команда избежала снятия с чемпионата. Перед самым Новым годом деньги нашлись, а еще раньше главным тренером был назначен Сергей Горлукович. Тренер, с железной волей которого завидуют даже коллеги. Чем силен? Есть такая поговорка «железный не ломается». Сергей Горлукович из этого числа, что ему иногда достаточно посмотреть сурово на игрока, и игрок начинает играть совсем по-другому, ну или что-нибудь шепнуть на ухо. Я это сам проходил, когда был игроком, когда играл против него. С возвращением Горлуковича в Sky Energy началась светлая полоса. Почему не белая рана еще? Команду Горлукович собирает почти с нуля. Новички просматриваются в ежедневном режиме. Среди них нападающий Александр Тихоновецкий. Пока, еще раз говорю, он не провел ни одной игры. Пока тренируется в группе, которая общеподготовительную подготовку ведет. Поэтому пока ничего конкретного сказать не могу по нему. От интервью Сергей Горлукович любезно отказался. И не то, чтобы не любит общаться с прессой, просто некогда. В 2006 году без лишних разговоров Хабаровский клуб стал пятым в чемпионате. Впереди у Горлуковича вторая попытка. «Человек, который всегда приветствовал дисциплину жесткую, как в быту, так и на поле. И, видимо, с этой позиции руководство клуба решило пригласить человека. Тем более человек, в свое время работая с командой, дал результат. Пятое место». Сергей Щербаков, Артем Кузнецов, Никита Токарев. Инфокс.